Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 6 апреля, предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы. Православная Церковь совершает память мучеников Стефана и Петра Казанских. «И не бойтесь убивающих тела, души же немогущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Так учил Спаситель. В рукописных святцах сказано, «Святые великомученицы и новые страдальцы Петр и Стефан пострадаша от казанских татар. Убиение Быша Марта в 24-й день по старому стилю». Они были родом из татар. Уверовав в Господа, приняли святое крещение в 1552 году после взятия Казани Иоанном Грозным. Святой мученик Стефан, страдавший расслаблением ног в течение 20 лет, получил исцеление и был крещен протеереем Тимофеем, который доставил из Москвы в Казань послание святителя Макария, митрополита Московского, войску царя Иоанна Грозного. Среди новокрещенных татар, обратившихся в православие в то время, был и святой мученик Петр. После удаления русского войска из Казани, оставленный в Казани наместником ханших Алеп, вынужден был бежать в Свияжск. Многие из русских торговых и военных людей не успели покинуть город и подверглись избиению татарами. Святой мученик Стефан за твердость в христианской вере был изрублен на части. Тело его разметали, а дом разграбили. Святого мученика Петра после ухода русских родные взяли в свой дом, отец и мать, братья, сестры и многие знакомые из их племени, и пытались склонить его к отречению от христианства. Они называли его прежним мусульманским именем, но на все уговоры святой Петр продолжал твердо исповедовать веру в Христа Спасителя и отвечал «Во святом крещении дано мне имя Петр, а не то, каким вы меня называете». Видя, что он остается непоколебим в вере, семья выдала его на истязания, во время которых он до самой смерти среди жестоких мук не переставал исповедовать имя Христа, взывая. Христианин есмь. Святой мученик был погребен в Казани, на месте, где находилась древняя церковь в честь воскресения Христова, что на житном торгу. Через некоторое время, после мученической кончины святых исповедников Стефана и Петра, в Казани началось их почитание, выразившееся в совершении заупокойных молитв. В 1592 году святитель Казанский Гермоген, впоследствии патриарх московский Иевсия Руси, обратился к патриарху Иеву с прошением о занесении в повседневный синодик имен святых мучеников и получил соответствующее разрешение. Впоследствии, когда мученики Стефан и Петр были канонизированы, память их была установлена 24 марта по старому стилю. В иконописном подлиннике образ святых описывается под 24 марта. Стефан подобием стар, сед, брода, аки Николина, ризы мученические простые. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Преподобного Захария, отверстого монаха, святителя Артемия, епископа Солунского, селевкийского, преподобного Захария, постника Печерского в дальних пещерах, преподобного Иакова, исповедника, епископа Катанского, священномученика Владимира Панькина, пресвитера. Совершается празднование иконе Божией Матери Тучная гора. Всех, кто уносит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok